В народе признанные предпочтилки реализации природоохранного социала на протеянной охоты. Сразу поговорим, что периодически, особенно в последнее время, мы сталкиваемся с проявлением спор по целесообразности протеянной охоты, особенно на редких животных. И в этой ситуации отслеживается такая тенденция. Наши отечественные российские природоохранные организации, включая общественные организации охотников, практически не опираются в этом вопросе на погадые международные охоты. Также на него и не опираются противники или не сторонники противной охоты, либо противники в целом, либо противники того, что ее можно опирать в отношении редких видов. То есть отечественные публикации единичны. Поэтому в своем сообщении я постараюсь опереться на некоторые международные положения, выработанные на практике, их озвучить. И это как такие начальные зарисовки. Итак, трофейная охота вызывает противоречивые оценки в профессиональной среде. Действительно, исследования показывают, что некоторые практики трофейной охоты нарушают принципы неистощительности, устойчивости использования, повышают риски исчезновения отдельных видов или популяций животных, подрывают права местных общин и управления, менеджмент живых ресурсов дикой природы, извлечение выгод из их использования, а также способствует распространению коррупции. Однако ведущие международные трудоохранные организации, ну такие как ФАО, Продовольственные Сельскохозяйственные Организации Объединенных Наций, Международный Союз Охраны Природы, CIC, то есть Международный Совет по Охоте и Охране Животного Мира, также СИТЭС, Конвенция Безнодородной Торговли, видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, признают реалистичность этих угроз, но признавая их, выработали на основе практического опыта и научных исследований подходы, критерии и принципы, которые позволяют не только нейтрализовать эти угрозы, но и сделать трофейную охоту эффективным средством или инструментом сохранения животного мира. Ну и некоторые из них я перечислил. Значит, руководящий принцип комиссии по выживанию видов Международного Союза Охраны Природы и Охранных Ресурсов, Терпийная Охота означает охоту, которая является частью комплекса мероприятий, реализуемых под руководством правительственной структуры, местной общественной организации или неправительственной организации, или любой другой законной структуры. Второе. Ведется охотниками, платящими высокую цену за право охотиться на представителя животного мира, обладающего особыми трофейными характеристиками. Третье. Характеризуется малыми объемами изъятия. Четвертое. Обычно, но не обязательно, ведется охотниками из других районов, зачастую из других стран по отношению к стране охотничьей. Трофейная охота определяется также как специфическая форма использования животного мира, включающая в себя оплату приобретения охотничьего опыта и получения охотничьего трофея. Как правило, получение эксклюзивного охотничьего опыта и от себя добавленного. В настоящем сообщении, опираясь главным образом на руководящие принципы Комиссии по выживанию вида Международного союза охотничьего природы, и сборник передового опыта устойчивого опыта пользования, выпущенного ПАО и CIC совместно, приводятся предпосылки к критерии или эмпирические обобщения реализации природоохранного потенциала трофейной охоты на ветке к животным. Я их перечислю. Может показаться, что некоторые дни в рту году губируют, но в них есть некие различающиеся оттенцы смыслов. Первое. Экономика, культура и благосостояние всех человеческих сообществ зависят от использования биологического разнообразия. Второе. Охрана диктей природы и надлежащее управление ее ресурсами может оказать большое влияние на развитие сельских и удаленных территорий. Третье. По мере роста трофеевной охоты должна расти ее роль в области сохранения диких животных. Мы имеем в виду мировое развитие. В мире она развивается активно, мы наблюдаем ее рост. Соответственно, нужно обеспечить рост ее природоохранного потенциала. Четвертое. Регулируемая должность по воротам охота не имеет серьезных последствий с геологической точки зрения. Пятое. Полная охрана решает диких животных экономическое значение для местных жителей. Шестое. Национальный использователь и другая охрана диких животных не противоречит, а взаимно заполняет друг друга. Вместе составляет то, что по определению международной службы охраны природы и является, собственно, сохранением природы. Ну, то есть это так называемый conservation. Охрана плюс использование. О чем еще говорил наш профессор Соколовский. Что охрана без использования суть бессмыслят. Трофейная охота может давать возможность получать чрезвычайно высокие доходы при минимальном предъятии отдельных охотничьих животных, обычно стареющих самцов. Таким образом, охотничий туризм может дать значительный толчок к экономическому и социальному развитию удаленных, слаборазвитых сельских территорий и пограничных участков. Восьмое. Деятельность, ведущая к получению дохода под дикими животных, способствует повышению благосостояния и в то же время способствует сохранению биоразнообразия и других природоохранных целей. Девятое. Трофейная охота генерирует и поддерживает глобальную индустрию охотничьего туризма. Десятое. Трофейная охота является частью трехкомпонентного подхода к устойчивому использованию природы, включающую в себя социальные, экономические и экологические аспекты. Мы напомним, что трехкомпонентный подход в области управления природой у нас закреплен в нашем федеральном законе о охране окружающей среды. То есть всегда мы должны базироваться на трех китах. Причем не гарантируя их, а они равноправными заходами. Специальные позиции, экономические и экологические. Трофейный охотничий туризм позволяет избежать большинства проблем, вызванных экотуризмом, так как охота может обеспечить относительно крупные финансовые обливания в определенной местности с относительно низкими требованиями в отношении дополнительной инфраструктуры. Мы позволим себе проиллюстрировать. Чтобы доходы были сопоставимы, либо нам на эту территорию нужно запустить сотни экологических туристов, в том числе в другом очереди. Один эффект вытаптования территории, чего будет стоить, сколько нужно будет построить остановочных пунктов, биотуалетов, свалок организованных, я имею ввиду, и так далее. Это сопоставимо с запуском на территорию одного охотничьего туриста. Его экологический след будет минимальным по сравнению с большим количеством регулярно посещающих эту территорию туристов. Следующее. Природные ресурсы, приносящие доходы, будут скорее храняться людьми, вынужденными постоянно бороться за свое существование, чем ресурсы, лепущие за собой только расходы. Но в несколько упрощенных вариантов розы, приносящие международные, используя или теряя, точно резюмируют эту ситуацию. Следующее. Эмпирические данные из стран, значительно ограничивших охоту или запретивших тропей на подобные деньги, свидетельствуют, что это никоим образом не способствовало охране животного мира, а с другой стороны, в странах, придавших потребительскую ценность охотничьим видам животных, развивающих охотничье природопользование, это привело либо к росту численности детей и животных, либо, по крайней мере, замедлило сокращение численности. Следующий пункт. Пятнадцатый. Даже тогда, когда популяции диких животных довольно сильно истощены, возможно их быстрое восстановление при условии, что сохранены места их обитания, а на средства, полученные от охоты, можно до какой-то степени обеспечить их защиту от браконьерства. Шестнадцатый. Некоторые программы, заустойчивые употребляющие трофейному использованию видов диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, привели к снижению уровня к росту конверства и замедлению темпов расширения сельскохозяйственных погодий. Семнадцатый. Трофейная охота приносит прибыль на территории, где невозможны такие альтернативы, как экул туризм. И восемнадцатый. Присутствие операторов трофейной охоты может способствовать унижению нелегальной охоты. Девятнадцатый. Еще есть пункт. Трофейная охота приносит высокие доходы от небольшого количества охотников. При ее осуществлении получают значительно больше доходов от одного клиента, чем приносит экул туризм. Но иными словами, обыкновенный турист никогда, или практически никогда, оговорюсь, не заплатит столько, сколько готов заплатить трофейной охотникой. И вот, исходя из приведенных высших положений, формулируются, в частности, следующие принципы организации программ природоохранной трофейной охоты. То есть, каким образом, при соблюдении какого набора, и применяя какие подходы, трофейную охоту можно превратить, и это отработано в практике, в разных частях, так скажем, нового шара, в которых она дает природоохранный эффект всего. Значит, вот первый момент. Трофейная охота должна создавать финансовые стимулы для сохранения ресурсов диких животных. Следующее. Трофейная охота должна приносить непосредственную выгоду для местных усилий по сохранению дикой природы. А местные общины, при их наличии, естественно, должны извлекать их финансовую выгоду. Также необходима разработка систем жизнеобеспечения местного населения, базирующихся на трофейной охотниках. Затраты на сохранение биологического разнообразия и управления им должны оставаться внутри системы управления в пределах соответствующих территорий и отражаться в порядке распределения выгод под соответствующим планом использования. Ну, тут можно добавить, что это отражено и вводить соответствующих принципов и в выходящих указаниях по использованию биологического разнообразия. Тринадцатый принцип говорит, что доходы должны анализоваться внутри системы управления, то есть в номере института природы. Следующий момент. Местное население должно получать за счет программ проклеенной охоты рабочие места, дающие им чувство собственного достоинства. Следует наделять местных заинтересованных лиц с необходимыми помощниками и компетенцией с возложениями на них ответственности. Это так называемая экологическая стража. Необходимо проявлять уважение к местным культурным устоям, избегать конкуренции с местными охотниками. Желательно также, чтобы часть трофейных лицензий, назовем это так, предоставлялась местным охотникам на основе методов случайной выборки. Необходимо избегать несправедливого распределения доходов от охоты. Необходимо стимулировать поддержку природоправления и трофейной охоты со стороны всех слоев общих охотников. Программы трофейной охоты должны выстраиваться на основе активного менеджмента, базирующихся на научных, традиционных и местных знаниях. Тут тоже трехкомпонентный подход. Он важен. Научные, традиционные и местные знания должны быть использованы. Животные должны заниматься в соответствии с гибким планом управления ресурсами дикой природы, корректируемым на основе обратной связи с учетом полувозрастной структуры и иных традиционных параметров. Обеспечение устойчивой охоты наиболее вероятных там, где охотничьи вводи предоставлены операторам охотничьего туризма на много сезонов. Следующее. Ассоциации охотников должны учитывать специфику трофейной охоты и пытаться заинтересовать своих членов и рынок охотничьих услуг в получении всестороннего охотничьего опыта, а не, так скажем, зацикливаться на дюймах, сантиметрах и баллах в трофейной оценке. Также не следует суцидировать неэффективное управление, иначе оно будет пощряться, а успешные исполнители окажутся наказаны. И необходимо исключать коррупцию. Ну и я заканчиваю эту тему. Краткое сообщение. Недостаточное знакомство российского профессионального сообщества и широкой общественности с программными документами, научной и методической литературой этой тематики обуславливает неоправданную поляризацию мнений, повышенную конкретность, оформленное предупреждение и эмоции. Представляется желательное посвесление имеющегося опыта предоставленной трофейной охоты преимущественного страна близких к России по естественным географическим и социальным характеристикам. Оценка его текущей потенциальной стременности в российских условиях. И у меня три предложения в связи с этим по внесению в конференцию, в резолюцию конференции. Я тогда их озвучу и передам в трофейную листочку. Предложение к внесению в резолюцию 8-й международной листочки конференции сохранения разнообразия животных и охотничьих в лесной России. Первое. Совету по охотничьим трофеям Роспотребового союза, иным заинтересованным общественным и научным организациям и учреждениям. Инициировать влечение международного опыта природоохранной трофейной охоты, дать объективную оценку потенциальных социальных, финансовых и экологических последствий, легализации таковой охоты в России в отношении различных трофейных животных, принесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красной книге субъектов Российской Федерации. Второе. Изучить вопрос об имеющемся в России возможностях наделения муниципалитетов, а также местных орщин, правом распоряжаться ресурсами этих животных для того, чтобы позволить им напрямую извлекать выгодные захоты и тем самым создать четкие стимули для устойчивого управления ресурсами животного мира. Разработать алгоритмы и правила вовлечения местного населения в управление и оценальное использование ресурсов дикой природы. И третье. Рекомендовать Совету по охотничьим трофеям Роскодорного Союза. Первое. Разработать национальную систему методов для выявления операторов в сфере охотничьего туризма следующих принципов охраны природы. И второе. Организовать или инициировать разработку принципов устойчивой трофеи охоты путем определения наилучших охотничьих правил. Необходимо для внесения эффективного вклада в охрану диких животных, поддержания и развития местных общин, стимулирования локальной экономики, повышения уровня самозанятости и самообеспечения местного населения. У меня все. Готов ответить на вопрос. Ну, это мы такой же. Зарайки. Спасибо.